Добрый день! Я, Любовь Якильна, рада всем зрителям телеканала «Союз», с тем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня архимандрит Милхиседек немного отступит от нашего заведенного правила. Мы решили, что нашу сегодняшнюю программу мы посвятим выдающимся писателю Фёдору Михайловичу Достоевскому. Здравствуйте, отец Милхиседек. Добрый день, Любовь Сергеевна. Наша передача была сформирована под конкретную дату. Сегодня 10 ноября мы с вами пишем в это время, но завтра, 11 ноября, не знаю, когда выйдет передача, но... Фёдор Михайлович Достоевский, кстати, всю жизнь прожил в Санкт-Петербурге, сменил около 14 квартир за всю жизнь. Но родился в Москве, в Маинской больнице, в семье врача. И до 17 лет, когда уже приехал в Петербург, прожил в Москве, когда мы с вами заговорили о его, как он пришёл к Вере, а дело в том, что он к Вере не приходил в Санкт-Петербурге. Да, я задала вопрос, я говорю, Башка, давайте поговорим о том, как он пришёл. Он говорит, да нет, он не уходил. Я говорю, да как же, простите, но, грубо говоря, по-русски в разбойники же ушёл. Все же известно, да, Петра Шевца, да, Петра Шевца, как же он православный. И казалось бы, что не было никакой христианской предыстории, а предыстория была. Мама была очень верующим человеком, они 2-3 раза в год совершали полумчатство, строили себе Сергию Лавру, а это занимало около недели, потому что день туда, даже день-два туда-обратно и прочее. Интересно, Фёдор Михайлович вспоминает, я стал читать по книге 144 священной истории Ветхого и Нового Завета. В музее Достоевского в Москве и в Санкт-Петербурге книги до сих пор сохранились. Ну, не та самая, но эти издания. Поэтому он был с христианством, с православием, конечно, знаком, и сам любил, и многие монеты знал. Что интересно, вот откуда такое воспитание, откуда глубина мышления, откуда знания. К 17-ти годам он знал всю русскую, всю европейскую литературу. Спрашивается, а каким образом? Расскажу. Из его биографии. Совершенно конкретный факт. Сначала отец, когда были маленькие дети, отец и мать, с 8-ми до 9-ти собиралась вся семья вместе. Они читали книгу шаг за шагом, представляете, целый час в день читали, объясняли и разговаривали. Ну, книги духовного содержания. Нет, нет, нет. Вообще любые? Нет, вообще, ну, конечно, вот всесветскую литературу, русскую, зарубежную, и разбирали. Естественно, по возрасту. Но, представляете, целый час с детьми семья. Почему? Телевизор не было, ради не было. Слава Богу, да. Гаджет не было. Вот это и есть, вот это и есть. Семья. Да, то есть семья, в семье же было 6 человек детей было в семье у его отца и мамы. Вот, и потом был ужин, кстати, вот это я совсем не понял, совсем не понял, почему такой поздний ужин. Да, на сколько? В 9 часов вечера. После ужина читали священные молитвы, отец всех крестил. И что интересно было, когда он перечисляет, какие были молитвы, а оказывается, они были краткие. Молитвы были краткие, и он запомнил нас всю жизнь, потом он любил, потом так он делал в отношении своих детей. Читал, все упование мое на тебя возлагаю, Мать и Божия, сохранилось под комнатами. Это, говорит, была любимая молитва отца, его. И вот такое впитывание и культуры, и христианской православии было с самого начала. Мало того, что сам отец, хотя был очень строгий человек, некоторые вообще там считали, что он был какого-то такого деспотического характера, историки об этом говорят. А в воспоминаниях об этом нет, он об отце отзывается очень сдержанно, и никакого негатива. В переписке со своим родным братом Михаилом, а не с братом Михаилом, который был его старше, это просто была душа в душу, Михаил Михайлович. И вот это впечатление, впечатление о милосердии отца, который, кстати, Малининская больница, она была для среднего класса. И он много перенял от отца, который бескорыстно многим помогал и сохранил об этом память. Мало того, что... И опять же, няня была няня, которая была очень набожной и была чуть ли не членом семьи. Он об этом хранит воспоминания, вот, очень светлые и радостные. Вот что значит, когда есть рядом человек. То есть не одна только философия, как помните, иногда сказал, как-то однажды сказал Толстой, мы, кстати, относительно культуры, лучше капли добра, чем бочка философии. Лучше один пример христианства, чем сотни книг о христианстве. Как однажды сказал отец, наместник Даниловского монастыря, когда они спасили, о монашестве. Вот, ну, этот образ, путь к монашеству, жизнь монашества. Он говорит, хотя я и не монах, но я видел монахов. Имел в виду отца Кирилла, отца Наума и прочих подвижников веры и благочестия, троих сельских сергий Лавры. Очень важно увидеть, увидеть, увидеть настоящего христианина по жизни. Это заменит все книги, наставления, размышления. Кстати, Батюшка, простите, перебью насчет Толстого. Очень интересный, кстати, есть факт. Я его совершенно недавно, кстати, узнала. Он, оказывается, отказался от Нобелевской премии. Серьезно? Да, его же выдвигали несколько раз, оказывается, на Нобелевскую премию. Причем не мы, а зарубежный литератор. И он отказался, знаете, почему? Он посмертный, что ли? Да нет, Ринальва Толстого уже была на Нобелевской премии. Сомневаюсь. Ну как, да, и он отказывался из-за денег. Да? Он говорит, а что я буду, как я буду распределять эти деньги? Что я с ними буду делать? Ну да, там же в цифре делают. Да, так что, представляете, вот такой вот интересный факт. Я, кстати, думаю, действительно, человек испугался денег больших. Сейчас тоже 910-й, а это в начале века. В начале века, да. Так что он как раз, да, как раз уже была Нобелевская премия. И вот его, представляете, он из-за денег, а что же я буду делать? Такой интересный факт. Вот. И относительно христианства Достоевского, даже если начать с конца, потому что наша передача, она короткая. Вы можете себе представить, значит, Владимир Михайлович в феврале переступает порог вечности 1881 года. Это было вечером. И, кстати, ну, я сразу о конце, потому что он очень примечательный. Умирал в разуме и попросил, попросил родную супругу Анну Егорину Достоевскую попросил. Бывшую стенографистку попросил, чтобы она читала ему Евангелие. То самое Евангелие, которое Фан Визина, жена декабриста, встретив его в Томском остроге, когда он из Томска в Омск шел по этапу, она подарила ему Евангелие на русском языке, на языке, которое только-только вышло на русском языке. Он еще сетовал, когда Федор Михайлович оказался по делу Петрушевцев, оказался в Санкт-Петербурге, оказался в одиночной камере Петропавловской крепости, брату Михаилу пишет, пришли мне Библию, пришли мне Библию, по возможности, по возможности, на французском языке. На французском? На французском. Знаете почему? Почему? А на сроковно-славянском был непонятный. А на русском еще не было. А на русском еще не было. То есть, сроковно-славянский язык плохо знали, а французский знали. А вот французский был перевод на разговорный, и он мог по-французски читать эту Библию. Он ее нашел. А на русском еще не было. И она ему там, в Томске-настуге, дарит Евангелие на русском языке, которое только-только вышло. Вот это потрясающе было. И он это Евангелие, оно сохранилось, сохранилось издание, оно сейчас в Ленинской библиотеке, подлинник Евангелия, который он прошел с ним всю жизнь. Кстати, там историки отметили 525 пометок. 525 пометок. Или карандашом, или даже ногтем. Ногтем это там, в Остроге. Потому что в Остроге разрешалось иметь только из книг Священное Писание, или Библию, или Евангелие. Даже ногтем есть это по метке. То есть оно все, оно все. Не только прочитанное, оно все осмысленное и передуманное. Так вот, она умоляет его. Он ей говорит, что я скоро умру. Она говорит, да нет, на кого ты меня ставишь. У них любовь была потрясающая. Что мы будем без себя делать и прочее. Нет, говорит, я умру. Да нет, давай, говорит, открой Евангелие. Открой Евангелие. Она открывает на первой попавшейся странице. На первой попавшейся странице. И читает такие слова. Иоанн обращается к нему. Тебе ли крестить меня? И он тогда говорит, Христос отвечает ему, не удерживай меня, не удерживай меня. Нам надо исполнить всякую правду. И он ей говорит, Анечка, слышишь? Анечка, слышишь? Не удерживай. Сегодня я умру. Мало того, сохранилась надпись. Карандашом. Анна Григорьевна пишет. Евангелие. Открыто. По просьбе моего мужа. И прочитано мною в день его кончины. В 10 часов. В 10 часов утра. Скончался он вечером. Половина. В 20 часов 35 минут. Кстати, часы даже остановились. Часы даже остановились. Часы остановились. Они сейчас в музее Достоевского в Санкт-Петербурге. Когда почил, весть, конечно, разнеслась по округе. Перешли близкие люди. И начали в доме Федора Михайловича читать псалтырь. Читали сначала по кофизме. Потом собралось столько людей, что стали читать по псалму. А потом студенты, литераторы. Близкие люди. Потом читали по стиху. Вы можете представить кончину какого-либо человека, который так откликнулся, получил отпуск в душах людей, что пришли ночью, ночью, и читали, очередь была помолиться за Федора Михайловича. Похороны, знаете, во что вылились? 30 тысяч человек. 30 тысяч человек, так сказать, провожали из дома до Александра Невской лаври. А отпевали в Александр Невской лаври. И похоронен на кладбище Александра Невской лавры. Что интересно, надпись на памятник, просто одно слово. Достоевский. А больше и не надо. Да, Достоевский. И потрясающая надпись на памятнике. Потрясающая надпись на памятнике. Зерно, падшее в землю, если не умрет, останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Так вот он как раз, как раз за человека, за Россию, за христианство и за православие умирал. Потому что все произведения, дневник писателя за Россию, за христианство, за человечность далеко не отходить. Папа Римский сейчас в самолете летел когда и говорит, я одинаково люблю и русских, и украинцев. Взять только одного Достоевского. Это пример человечности и пример воплощения и толкования Евангелия. Ни одного украинца не смог назвать. Всю русскую культуру, всю русскую культуру, у него от русской культуры, ну может быть, конечно, у него и больше, и знаний, и впечатлений. Но Федор Михайлович у него оказался на первом месте. Сейчас самый переводимый и самый читаемый из писателей, во всяком случае, это Вовтяну пустыню. То есть, простите, больше, чем Лев Толстой, да? Ну, такая статистика, сейчас я ее сразу не берусь сказать, но безусловно. Потому что кто-то сказал, Толстой описывает события, Толстой описывает события, Достоевский описывает сердце и душу человека. Кто-то заметил, у Достоевского нет почти, нет почти, нет почти описания природы. Возьмите любую книжку, возьмите любую книжку, с чего все начитается. Татавка, Лужок, они вместе сели, смотрели на закат солнца в это время, собитали птички, и он ей объяснился в любви. Но перед этим целой страницы про обстановку нет. Тут то, что внутри человека. Потому что главный девиз, стержень Федора Михайловича... Ну, он сразу, да, он сразу нас погружает в своего героя. Слушайте, ну, первая книга, о которой сказал Белинский, когда показали его книгу «Первые бедные люди», два человека, где жизнь двух людей, потрясающе, так сказать, ему было в тот момент 23 года, Белинский говорит, да, ничего себе, это второй Гоголь. Второй Гоголь. А когда он двойник написал, вот, в котором никто ничего не понял, Белинский говорит, да, и надулись мы с вашим Достоевским, вторым Гоголем. Второй роман вообще никто не понял. Двойник, ну, там это все очень сложно. Но 23 года, сразу признание, сразу, так сказать, почему? А психология, психология, внутренний мир человека. Да это только события, так сказать, внешние какие-то вещи, поэтому глубина. 30 тысяч на похоронах похоронен на кладбище Троицы Александра Невской Лавры. Какой период времени был, говорит, надо же, говорит, когда потом храм, в котором его отпевали, он сейчас в Лавре сохранился, говорит, представляете, мы, говорит, когда рабочие заметили, когда он выметали, говорит, когда выметали храм, мы, говорит, ни одну сигарету не заметили. Вот такое было время, такое время было бурное и христианство, и в руках сигареты, то, что будет. То есть, простой даже народ, вот это выражение благоговения к великому писателю. Ну, и, так сказать, уже чем закончилась пушкинская речь, этот пророк в овации, то есть, а дневник писателя, дневник писателя, если мы сейчас перейдем на наш язык, он стал первым блогером. Он же ежемесячно выпускал дневник писателя, в котором отвечал на все мировые вопросы, происходящие события в политике, ну, в основном, политику, литературной жизни, в искусстве, а самое главное, на злобу дня. И он просто раскупался и был властителем умов и душ, так сказать, и самое главное, был совестью, был совестью русской интеллигенции и народа. И потом забыт очень незаслуженно, потому что христианин и патриот. Как сказал этот Белинский, что вы носитесь, что вы носитесь с этим, так сказать, уже это как с Застаевским, у него на уме только одно православие. У него на уме только одно православие. Хотя, хотя, напрямую, хотя и напрямую, и не напрямую, но все-таки все романы, они стержнем христианским пронизаны. Далеко не надо ходить. Роман «Идиот», у него в дневниках писатель, дневниках писателя, у него есть такая пометка «Князь Мышкин-Христос». «Князь Мышкин-Христос», образ противоречивый, вроде бы такой юродивый. Юродивый, да. Непонятный нервон. Да, но генеральщик-почина говорит, ты знаешь, ты вроде как идиот, ты вроде как идиот, но они говорят, твоего мизинца не стоит. Если вы с кем-нибудь хотели бы по жизни остаться, так это с тобой. То есть все вроде умные были, но это по роману. А так, так что же, это... Ну хорошо, роман братья Карамазовы, Алеша, христианство, монастырь, старчество. Монастырь, старчество. Ну к смертоубийцам, я не знаю, ну к бандитам просто. Ну как там их еще, ладно уж, просто бандиты, да и все. Как так получилось, что человек глубокий, он же глубокий человек. И родился глубоким, да, он не стал бы иначе писателем таким. Он боготворил, он боготворил Белинского, Белинский социалист. Ну да. И под влиянием... Многие попадали под влиянием Белинского тогда. Раз, а потом еще. Социализм уже перекликался с Евангелием. То только выбросили одну момент. Христос с самого начала, с самого начала была поставлена проблема. Скажи, чтобы эти камни сделали с хлебами, и все пойдут за тобой. Не о хлебе едино же будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божьих. Из Евангелия взяли, а притворил, притворил пять хлебов и две рыбы на пять тысяч человек. Вот надо же, это уже людей, кормить, поить, и свобода, равенство и братство. Это на фоне милосердного Евангелия, это так уже... И казалось бы, когда люди видели, с одной стороны, богатых, нищету, казалось бы, мы всех уравняем, всех порнув, всех сделаем счастливыми, не понимая глубинного смысла о том, что и бедные нужны для богатых, и богатые для бедных, и не каждый бедный спасается, не каждый богатый погибает. Многие умы, так сказать, они как раз социализмом перестились. Далеко не надо ходить, так сказать, уже было целое революционное движение. В католическом мире это христианский социализм. Да, да, да. Мало того, что однажды Хрущев... Христианский социал-демократ. Да, да, однажды Хрущев сказал, Фидель, а вот, значит, там на каждой улице по два храма, в начале улицы или в конце. Вот, и он тогда говорит, говорит, Фидель, ты, говорит, нормальный малый, я только не понимаю, у вас, говорит, коммунизм и христианство. Вот, как это все сочетается? И там какой-то ответ такой интересный был. Он говорит, а ты видел, говорит, он, говорит, лучше добрый, значит, христианин и коммунист, чем просто коммунист без веры. Какой-то вот такой у него ответ был. Потому что на Кубе смогли эти две... Но коммунисты вообще долгое время считали Христа первым революционером. Вы помните, да? И давайте вспомним Блока. 12. Так идут державным жагом, там впереди голодный пес, сейчас не помню, в белом венчике взрос, впереди Иисус Христос. То есть, вот так они понимали, со странным образом, но впереди революционеров, 12 революционеров, а не апостолов, да? И впереди Иисус Христос. Вот такая революционная почему-то была идея. Это сейчас и было такая, даже у них был девиз такой, если бы сейчас Христос был бы с нами, он бы примкнул и возглавил бы наше движение. А, позади с кровавым флагом. Вы что? Да, ну помните, так идут державным шагом, впереди голодный пес, позади с кровавым флагом, в белом венчике взрос, впереди Иисус Христос. Блок 12. Ну, понятно, да. То есть, это вот увлечение, какая-то ложная романтика, революция, социализмом. И Христа они вот так вот себе представляли. Потом в одном из писем он пишет, Фан Визиной, моя вера, не вера маленького мальчика. Вы знаете, какие сомнения и какую голгофу прошла моя санна? Не как курсистка или маленький мальчик верую я, через какую горнило искушений и сомнений прошла моя вера. И если бы кто-нибудь мне логически доказал, что Христос вне истины, то я бы с ревнивой ревностью сказал, так скажу, что не было, нет и не будет. Ничего возвышеннее, прекраснее, красивее, мужественнее, добрее и святее Христа. И я бы, если бы мне доказали, что Христос не истинный, я бы пожелал остаться со Христом, нежели с истиной. Но Христос истинный одно и то же, но если бы, то есть это его, конечно, такое поэтическое возражение, я бы остался бы со Христом. Мало того, какая потрясающая стержень даже сейчас для нашей сегодняшней ситуации, в которой мы оказались. То есть он пишет на каторге, когда пишет Михаил, он говорит, ты знаешь, когда я переступил порог Омского острога, я подумал, что я здесь трех дней не проживу. Но там целая история. Потом надо прочитать записки из мертвого дома. Когда он впервые описывает вообще каторгу и тюрьму, Толстой про него сказал, если бы Достоевский ничего не написал, кроме мертвого дома, это уже великий писатель. Если бы он, кроме мертвого дома, записок из мертвого дома, если бы он не написал, он уже был бы великим. Но он, кроме этого, еще много написал. И он потом пишет в конце, человек – существо привыкающее. И пишет, я только на каторге себя, Бога и русского человека понял, на каторге только понял себя, Бога русского человека. И я понял, сколько человеку в жизни надо счастья, столько ему по жизни надо и несчастья, потому что он и счастья-то своего не поймет. Вот. И русский человек, и русский человек без православия дрянь. И если у вас русский скажет, что я не люблю Россию, если русский скажет, что я не люблю Россию, не верьте ему, не верьте ему, он не русский. Он не русский. Еще, кстати, сказал, относить наши события про войну, когда была война с Османской империей в 1973 году, он говорил, на войну идут не убивать, на войну идут отдавать свою жизнь. А это совсем другое. И убивать это не на первом месте. И тут идут отдавать свою жизнь. То есть его взгляд, его взгляд уже на происходящее событие, когда Россия вступила за братские славянские народы, и, кстати, освобождение, тут же Османского египетинства на Балкан, именно Россия. И опять вот мы говорим, пророк, пророк, пророк. Он пишет потом, а потом скажут, а потом скажут, что отчего вы нас освобождали, еще бы немного, еще бы немного. И мы бы сами бы с этим со всеми справились. Да, что у нас потом и получилось. Просто пророчество. В 45-м году освободили, второй раз освободили Балканы, а сейчас памятники воин-освободители все последние скажут. Да вы что, говорит, что вы нас освобождали? Мы бы сами посправились. Представляете? И еще нас, говорит, назовут захватчиками. И еще у него есть одна есть, говорит, я, говорит, не знаю, когда это будет, но Константинополь, как центр христианства, когда-нибудь должен быть именно русским. И, может быть, это будет когда-то, и вы начнете над этим смеяться, но я верю, что он будет когда-то русским, потому что это центр бывшей Восточной империи, и это когда-нибудь будет. Вот такое пророчество есть у Федора Михайловича. Поэтому надо пересчитывать, надо вникать, надо вникать особенно, да там вообще, так сказать, все вокруг христианства и вокруг Христа, все его романы пропитаны именно этой идеей. Батюшка, я вас сердечно благодарю. У нас время, увы, завершилось. Я знаю, как вы любите Достоевского. Я тоже его люблю. Единственное, я из-за чего всегда переживал и переживаю, что Достоевского в школах изучают, конечно, не так, как надо. Начинают читать Раскольникове в восьмом там классе. Еще ни мозгов, ничего нет. Мысли совершенно о другом. Это не тот писатель, которого, ну, его даже в десятом-то классе, наверное, не поймешь. Совершенно верно. Ну, поговорим об этом, батюшка, в следующий раз, в следующей нашей передаче. Спасибо вам. Я сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами. Всем желаю доброго здравия, душевного и телесного вам и вашим близким. Как всегда, жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени в программе «Таинство Церкви».